В одном дневнике я встретил обсуждение сообщества девственниц. Мы комментировали эти обсуждения между собой, и мы дотем улыбались по поводу страха девственницы перед тем, как отдаваться кому-нибудь. Мне написал эссе «Смущение и страх – природные охранные механизмы». Страх – естественное и нужное спасительное чувство, как и смущение, и стыдливость, а не природная защита от связи без любви. Когда же придет любовь, и смущение, и страх отступают, как второстепенные и несущественные герои пьесы. Когда же это хотят превратить во что-то простецкое, как воды попить, то сначала теряют страх, стыдливость, и познают отвращение вместо наслаждения. Потом и теряют возможность обрести счастье. Превратив это в обыденность, выпивать стакан сладкого чая, испытывать чувство тошноты и отвращения, и при этом уже потом ни на что не надеяться. Природа дает шанс на пробные ошибки. Мудрые вовремя останавливаются, не исчерпав запас прочности на ошибки. Глупые все растеряв, довольствуются аварийным вариантом природы, случайной возможности выйти замуж. Где все вроде есть для счастья и любви, но в самом скупом варианте. Ну действительно, не почувствовать необходимую силу влечения к тому, кто интуитивно ощущается восторженным и является необходимым звеном в твоей генетической линии, а довольствоваться далеким аналогом с внешними параметрами уха, горла, носа, конечности и так далее. Без аромата предпочтений глобального, стратегического поведения в жизни.